Хватаете левой рукой за волосы, с подшагом правой ноги производите удар левой ногой в паховую область. Могу сказать, что человек после данного удара в паховую область вас сразу же отпустит. Главный принцип самообороны – не растеряться, когда вас пытаются застать врасплох. При этом необходимо быть на шаг впереди противника. Организовать такие курсы по самообороне решили друзья и родственники Ирины Бухановой. Она, напомним, потерялась 20 мая. Спустя 10 дней тело нашли в лесу в Ильинском районе. Как полагает следствие, девушка убил ее знакомый. Родственники предполагают, если бы Ирина обладала хоть какими-то навыками самозащиты, возможно, ей удалось бы спастись. Активисты также создали в соцсети группу по поиску людей. Действуют ребята совместно с полицией. Не всегда получается достойная информация. Не всегда мы ее можем выкладывать сразу же, потому что все равно это может как-то помешать следствию. То есть мы должны согласовать это, соответственно, с органами. После согласования, конечно, если нам дают добро, мы выкладываем всю информацию и начинаем призывать людей. В группу вступили люди, обладающие навыками единоборств. Они и решили проводить бесплатные уроки по самообороне для всех желающих. Несколько тренировок уже состоялось. Основная масса пришедших – девушки, желающие научиться постоять за себя. Занятия, естественно, начинаются с распинки, а потом к основным приемам – к казан. Все начинается с азов. С простых хватов, а дальше уже толчки. До бросков дела еще не доходило, до спаррингов тоже. На занятиях по самообороне учат самым простым приемом защиты. Например, при нападении сзади. Несколько движений – и противник обезврежен. Самое сложное – это защититься от того, кто нападает с ножом. Здесь особенно важно действовать стремительно и наверняка. Можно защититься всем, что угодно. Каблуки, ключи, сумка, зубами. Приемы должны быть отработаны до автоматизма, потому что в основном играет роль реакция. Человек не должен думать о том, как выходит, куда ударить, где взять. Он должен это знать, делать это на автоматизме. Пока занятия проводятся в Балатовском парке. Но вскоре молодые люди обещают проводить их и в других районах города. Расписание и место занятий можно посмотреть в соцсети по адресу vk.com.permpoisk. Екатерина Леонова, Михаил Осетров, Александр Худяков. Телевизионная служба новостей.